Девушки отдыхают Лежат скороговорки Эту скороговорку нам надо будет прочитать Медленно Быстрее И еще быстрее Теперь прочитайте Внимательно про себя Итак Начинаем Чтобы жить с друзьями Дружно Обижать друзей не нужно Чтобы жить с друзьями Дружно Обижать друзей не нужно Чтобы жить с друзьями Дружно Обижать друзей не нужно А теперь вспомним, ребята Какой мы раздел начали изучать? Ну, Рады? Я и мои друзья Правильно, Рады Молодец, садись Я и мои друзья А с какими произведениями из этого раздела Мы, ребята, уже познакомились Глеб Волшебное слово Два пирожных Два пирожных Два пирожных Молодцы О чем говорится, ребята В этих рассказах? Что их объединяет? О детях Правильно, Глеб В этих рассказах говорится о детях Еще о чем? О хороших поступках О хороших поступках Хорошие поступки Что за поступки? Это когда ты делаешь Это когда ты делаешь Это молодцы Умницы, ребята А вы совершаете хорошие поступки, ребята? Да Хорошо А ребята, скажите мне Кто такой друг? Друг Друг Это когда Не бросить тебя в любви Друг? Это когда Не бросить тебя в любви Все согласны? Да Молодец Рады Как думает? Друг должен быть смелым Хорошим И должен помогать тебе Молодец Глеб, как думает? Друг должен быть добрый Умница Рамина, как думает? Друг должен быть вежливым Вежливым, ребята Молодцы И чтобы можно было ему доверять Конечно Можно было и доверять Чтобы он мог хранить ваши тайны Молодцы, ребята А вы какие пословицы и поговорки Промните, ребята Про дружбу Вот я начну, например Дружба Великая сила Ну? Не имей сто рублей А имей сто друзей Не имей сто рублей А имей сто друзей Замечательно Модель Дружба Крепко Не листью А дружбой И честью Настоящий Друг Познается Везде Молодец Умница Рамина У дерева Корни А у человека Дружба Умница А теперь, ребята С каким произведением, ребята Мы познакомились на прошлой муке Волшебное слово Волшебное слово, ребята Правильно Слушай внимательно О каком волшебном слове там говорится? Радель Пожалуйста Пожалуйста Еще как Про волшебное слово Пожалуйста В рассказе волшебное слово Еще что можно сказать? Как надо Присносить это слово? Ой, очень В ухо Очень тихо Очень тихо И прошепнуть надо В ухо Молодцы, ребята А теперь я Интересно, ребята А волшебные слова Наверное, сказка только встречаются Нет Это в жизни А вы встречаетесь с ним? Да Когда? Когда? Вы используете в своей речи волшебные слова? Да Вот, Радель, какие волшебные слова используют в своей речи? Доброе утро Доброе утро Спасибо Спасибо Добрый день До свидания Добрый вечер Доброй ночи Благодарю Это волшебное слово? Да Извините Да? Конечно, ребята, это все волшебные слова. По-другому волшебные слова, как мы называем? Вежливые. Правильно, умница, Глеб. Это вежливые слова. Вежливые слова. Когда вы произносите эти слова, каким мы становимся, ребята? Каким становится человек? Он становится? Добрый. Правильно, вежливым человеком. Да, добрый человек. Добрый человек только добрый научился. Так, молодец. Молодец, умница. Так, теперь я, ребята, проверю, как вы запомнили, как вы внимательно прочитали этот рассказ. Я задам вам несколько вопросов. Глеб, бабушка дала Павлику... Пятого. Что было у старика в руке? Зайтик. Так, старик был какого роста? Маленького. Маленького. А Павлик попросил у Лены что? Краски. А когда мальчик вернулся к скамейке, ребята, старик там сидел? Нет. А что? Он там оставил узоры на песке. А теперь такой вопрос, ребята. Для кого? О чем писала Валентина Асеева, ребята? Для детей. Для детей. Молодцы. Для детей. И еще о чем говорили в ее рассказах? О дружбе. О дружбе, правильно, о дружбе. Вспомните, ребята, про издение «Анна, не грусти». О какой дружбе там говорится, ребята? Две девочки катались. Катя упала, подвернула ногу. А сестра, сестенка побежала домой и позвала папу. Потом папа взял ее за руку и подносил в комнату. Потом приехал врач и ее забрали в больницу. Так, в больницу попала, да? Или что? Тут в больницу к ней приходит кто, ребята? В больницу. Катя, подружка, да? Правильно, ребята. Очень хорошо вы ответили. Очень хорошо знаете вы произведение Асеева. А теперь, ребята, такое задание. На доске у нас разбросаны слова. Надо из этих слов нам собрать пословицу. Сначала, ребята, подумаем, прежде чем приступить к работе. Все выходим к доске. Так, отдумаем. Вы так думаете, да? Молодцы, ребята. Теперь встаньте в коробку. Радель, прочитай пословицу громко, чтобы все слышали. Ну-ка, давай. Добрый человек, добрую очередь. Добрый человек добрую очередь. Молодцы, ребята. Умница, садитесь. Добрый человек добрую очередь. Вот такую пословицу мы с вами получили, да? О чем же эта пословица говорит нам? Как это? Добрый человек добрую очередь. Как вы думаете? О чем это пословица? Ну, Греб? Что добрый человек только добрую научит. Молодец, что добрый человек добрую и хорошему научит. Сегодня мы с вами, ребята, познакомимся еще с одним произведением «Летел осиливать». С таким приятным названием. С каким? С хорошим. С хорошим. Правильно. Правда и приятное название, ребята? Да. Конечно. Ребята, слово «хорошее». Давайте. О чем же может речь идти в этом произведении? Как вы думаете? Правильно. О хорошем. Еще. О добрых делах. Молодец, умница. О хороших делах. О хороших делах кто совершает у нас? Хорошие люди. Хорошие люди. А хорошие дела по-другому как? Хорошие поступки. Поступки, конечно. Давайте. Вот у нас дерево предсказания на доске есть. Прикрепим. А потом мы, когда познакомимся, посмотрим. А это у нас все? Нет. Ну, выходи. А что? Хорошие люди. Так. Прикрепи на дерево. Хорошие люди. Хорошие люди. Прикрепляем. Рады, походи. Возьми, возьми. Все? Давай. Вот. Так. Так. Вот. Вот у нас. Молодцы, ребята. Зная темы на сегодняшний урок, да? Ребята, давайте мы поставим цель урока. Познакомиться с произведением Валентины Аселевой. Хорошие. Умницы вы, Маленька. Теперь, ребята, сели аккуратно и внимательно слушаем. Будем работать. Так. Все, что, да? Итак. Все, красиво, все. Проснулся Юрий утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денек хороший. И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее из лет делать. Вот сидит он и думает. Что? Если бы моя сестренка тонула, я бы ее спас. А сестренка тут как тут. Погуляй со мной, Юра. Предположите, ребята, что будет дальше. Солнце пойдет гулять. Так. А чем думать, что он пойдет гулять? Остаемся в таком положении. Уходи, не мешай думать. А видела сестренка, отошла. А Юра думает. Вот если бы на няню волки напали, я бы их застрелил. А няня тут как тут. Убери посуду, Юрочка. Как вы думаете, ребята? Руку поднимаем. Как вы думаете, выполнит Юру просьбу няни? Почему? Да? Выполнит. Молодцы все думают, что он выполнит. Так. Ждем. Не выкликиваем с места. Покачал головой няня. А Юра опять думает. Вот если в трезорках колодец упал, я бы его вытащил. А трезорка тут как тут, хвостом виляет. Дай мне попить, Юра. Как вы думаете, дал ли Юра попить трезорки, Радель? Да. Да? Хорошо, дал бы, да? Пошел вон. Не мешай думать. Закрыл трезорка пасть, полез в пустынь, а Юра к маме пошел. Что мне такое хорошее сделать? Погладила мама Юра по голове. Как вы думаете, что ответила мама Юре? Греб, как ты думаешь? Что нужно помочь. Да, да. Погулять. Погулять сезонкой. Помочь убрать посуду. Няне. Дать трезор попить. Попить, да. Вот что ответила мама, ребята. Погуляй с сестренкой. Помоги няне посуду убрать. Дай водичке трезору. Ожидали бы, ребята, такую концовку рассказать? Нет. Да? Нет. Почему? Сейчас проверим. Сначала давайте, ребята, мы с вами отдохнем. Устали, кажется, что-то вялый сталин. Старин, скульптинку приведем. Дружно. Дружно. Маме помогаем, пыль повсюду вытираем. Мы белье стираем, полоскаем, сжимаем, подлетаем все кругом и бегом за молоком. Маму вечером встречаем, дверь не настиж отворяем, маму крепко обнимаем. Ох, как мы любим маму, молодцы, сели. Умницы. Сейчас я вам задам тонкие и толстые вопросы. Правда, бывают такие вопросы? А вот, оказывается, бывают. Давайте по порядку я вам буду. Сначала тонкие. Глеб, какой это рассказ? Веселый или грустный? Грустный. Грустный. Почему? Потому что Юра не погулял с сестренкой, не помог няне, не дал попить трезору. Молодец, Глеб. О чем попросила мальчика сестренка? Погулять с ней. Погулять с ней. Глеб, как зовут главного героя произведения, Рамина? И Юра, как звали собаку? Трезору. А вот, ребята, просто после прочтения рассказа, какое отношение к Юре у вас появилось? Не очень хорошее. Хорошее. Почему? Потому что он не погулял с сестренкой, не помогал брать посуду няне и не дал попить трезору в воде. Он просто обидел, да, ребята? Сестренку у всех, да, сестренку, потом няню и собаку. Правильно, ребята. А теперь вспомните, ребята, мечты какие были у нас у Юры. Спасти сестренку. Так. Выходи, Рамина. Спасти няню. Спасти няню от полков. Молодец, умница. Так. Глеб. Вытащить собаку из колодца. Так. Мечты у Юры были, ребята, какие? Хорошие. А поступки? Плакие. Какие поступки он совершил? Ну? Глеб, говори, какую поступку он совершил? Не дал попить трезору. Так. Прикрепляем. Ну, Рамина. Нагрубил няню. Нагрубил няню. Ну, Артем? Не погулял с сестренкой. Не погулял с сестренкой. Молодцы, ребята. Умницы. А теперь посмотрите, ребята, мечты Юры хорошие, а поступки плохие. Они не совпадают, да? А должны они совпадать, ребята. Вот какой бы совет вы могли дать Юре, ребята? Артем, какой бы ты совет дал Юре? Погуляйте с сестренкой. Хорошо. Помочь убрать няне посуду. Молодец, умница. Дай попить трезор. Дай попить трезор. А теперь вспомним произведение, что сказала мама Юре. Мама Юре сказала, погладила ее по башке и сказала, погуляй с сестренкой, помоги убрать няне посуду и дай попить трезор. Так, а теперь, что ваши советы и слова мамы, что, ребята? Совпадает. Совпадает, ребята, совпадает. Погуляйте с сестренкой. Давайте на плохие теперь поступки закрепим, что ваши советы и слова мамы. Хорошо? А вот, ребята, скажите, почему Юра не заметил простых дел? Он что хотел, ребята? Он хотел всем помочь, но вышел, что он всем нагрубил. Нагрубил. Из колодца. Из колодца. Ну что, почему он хотел вытащить трезора, спасти няню? Почему? За это он что хотел? Я хотел, чтобы его похвалили. Молодцы, умницы. Он хотел, чтобы за это его похвалили. Да? А получилось у него? Нет. А у него вышло по-другому. По-другому вышло, ребята, да? В каких случаях мы, ребята, употребляем слово «хорошо»? Когда нас хвалят. Когда нас хвалят. Что еще? Когда нам и всем... Когда нам всем хорошо. Хорошо. Ну так скажем, да? А, ребята, почему Юра не заметил простых дел? А? Потому что он думал только о себе. Молодец. А не о других. Он думал только о себе. Не о других, да? Вот вернемся к... Что означает название, ребята, произведение? Что? Под названием что-то занимается? Что? Хорошее надо сделать что? О не мыслях. О не мыслях. Молодцы, ребята. Молодцы. Надо совершать хорошее в мыслях, а не на деле. Сейчас мы с вами выполним классный. Так. У нас Артем и Рамина будут выбирать качество. Какой он был Юра в виде цветка. Будем выбирать лепестки, да? А Глеб с Артем и Рамина будут выбирать качество, которое подходит к другу. Какой же он друг? Вот здесь вот у нас есть листочки. Выходим по очереди и говорим качество, да? Давайте. Выходим. Прикрепляйте к своему. Первое. Вы выходите, прикрепляйте к другу. Глеб с Артем. Так. Вот. Здесь есть. Вот у нас какие красивые цвесточки получились, да? Все у вас? Да. Так. Давай попробуем. Вот. Ну, ну. Давай. Каким должен быть, Радель, друг? Каким должен быть? Честным. Вы к своей работе идете. Громче. Честным. Честным. Глеб. Добрым. Добрым. Ответственным. И верным. Молодцы, ребята. Правильно вы должны задать. Садись. Итак. Каким же был у нас Юра? Мечта. Мечта. Думаем о себе, о себе, о себе, о себе. Мечтаем прославиться. Мечтаем прославиться. Грубой. Грубой. И за... За день. Молодцы, ребята. Мы с вами возвращаемся к нашему дереву предсказаний. Мы с вами в начале уроку сказали, что этот рассказ у нас, что про хорошие дела, про хорошие людей, про хорошие поступки. Какими еще мы хорошими делами дополнить смогли это дерево, ребята? Какое бы ты доброе дело сделало, рады? Помочь родителям. Молодец. Умница. Помочь родителям. Еще, ребята. Еще. Помочь бабушке. Помочь бабушке. Что? Помогать взрослым. Еще что? Или уважать старших. Да? Это дерево, ребята, можем мы дополнить бесконечно. Вот я скажу, что беречь и охранять природу. Мы можем туда прикрепить такое? Да, конечно. Именно мы должны. Это тоже, ребята, хороший поступок. Да? Хорошее дело. Вот что мы для себя взяли, ребята, на этом уроке? С этого дня. Что? Какие поступки мы будем совершать? Хорошие. Хорошие только. Всем будем говорить. Что? При встрече? Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Молодцы, ребята. Молодцы. Я хочу закончить урок наш такими словами, ребята. Если добрый ты, то всегда легко. А когда наоборот, трудно, ребята. Всем сегодня за урок ставлю оценку. Отлично. Домашний задание у вас, ребята, на листочек. Готовься поролям читать этот рассказ. Значит, мы с вами сегодняшний день никакие плохие поступки не будем с вами совершать. Да? Только хорошие. Спасибо за урок, ребята. Спасибо за урок, ребята.